доброго времени суток зритель прошлая серия прервалась по техническим причинам прямо у входа в эту пещеру где мы желали все равно удачи просим прощения за этот нюанс но в итоге я посмотрел оказалось что все таки уже 30 минут накрутилась к тому времени и решил что будет логично сделать паузу вот такой вот не склеивать этот ролик поэтому мы начинаем сначала и все равно тебе все-таки удачи заходим в пещеру немножко известно о ней немного но тем не менее кое-что мне рассказали не видите в этом бультуга он ни при чем рассказывал не он другой человек но знаю на самом деле достаточно мало знаю первое что будут здесь скелеты небесный меч позволит прервать их жизнь так чтобы они не восстанавливались скелетами будут управлять некорманты которые собственно и поднимают их возрождают также знаю что локация будет достаточно большой пещеры будут достаточно глубокими здесь место любимая красными духами то есть достаточно много вторжений будет в том числе и и вторжения и также я знаю что финальный босс здесь тот самый не то что собственно абсолютно логично где еще быть повелителю могил собственно как мне а что это ага что ж бегание по моему было совершенно верным что будет если не убежать а небольшой урон щит защищает но тем не менее еще один лучше убежать лучше не нарываться он не хочет сюда лететь что ты череп ладно как-то же его можно спровоцировать потом уже близко подлетел да отлично и очень очень темно этих катакомбах туда может быть свалиться но нет не будем рисковать пока что небесный длинный меч оправдывайте так спуск а больше здесь ничего нету по моему пытаться разглядеть что-то в этой темноте совершенно нереально и сирану а что если вот так вот да а значительно лучше очень странный шлем не говоря уже о том что не совсем приятно таскать на своей голове паразита но а тем не менее в таком темном месте не до красоты и не до резгливости хотя я вот сейчас не знаю он может быть даже и мешает яркий огонек перед камерой позволяет видеть видеть на близкое расстояние и какой кошмар посмотри зрители это же целая гора тел интересно а что здесь такое было почему кругом валяются эти тела хотя по цвету этот жук паразит очень неплохо подходит к доспеху большое место это все еще городе большой зал неужели не будет ничего кроме этих двух скелетиков вот здесь сейчас на как будто бы стена какая-то до смысле какая-то дверь или это был алтарь какой-то здесь могли бись что же продолжаем двигаться и это судя по всему тот самый обещанный не команд и что мы увидели он сам полый аж прям мурашки по коже пошли и прошу прощения такую подробность но возникли какие-то уходные рефлексы жуки просто целая армия жуков на стенах стены впечатаны черепа как будто бы вот собственно и из них вместо кирпичей использовали черепа он фаер костер отдыхаем у костра пока что двигаемся достаточно неплохо не потратили лечение не потратили стус так ну люди почему это откроет что-либо и кажется я понял что именно наверху будут скелеты так как мы а мы сошли костер но мы не присели к нему до для посели я уже не помню эти жуки ползучие кругом это составляет им всем забыть подловил что-то на статуи даже не знаю все равно чтобы ты делал если у тебя не было этой личинки так он стреляет стреляет огнем пока что не возникает каких-то особых проблем с уроном поэтому убрал меч лучше возьмем лук вот чтобы таких вот стреляющих издалека господ убирать нашего пути идет скелет посмотрите какой-то мостик два скелета и внизу пропасть которая совершенно точно не стоит падать на той стороне тоже скелеты но пока вроде бы ничего запредельно сложного так один проиграл и что он творит просто взял и упал поправил череп молодец и фокусы вытворяет это был скелет акробат и сабля отлично вот куда нужно ходить для того чтобы собрать себе коллекцию сабель и всяческих больших угонов если не ошибаюсь так вот впереди тоже вроде как мостик но он весь покрыт шипа шипами а смотри зритель или смотри все равно или смотри я это точно такая же плита как мы стоим но стоит она как бы на ребре значит ее где-то повернуть наверно может хорошо идем что но здесь конечно же снова скелеты и да а сверху лучник неприятно где-то здесь 2 был что он парирует их сразу двое здесь что шаха фото пришла пора воспользоваться чудом влечения лучник лучник не нравится мне те он там а ты как-нибудь попытаешься слезть да но интересно а вот убитый чудом он будет возрождаться снова жуки какая можем и какая гадость и на потолке все равно а вот мне кажется что на самом деле без этого светящего шлема может быть даже лучше просто чтобы не видеть все это так вот стоит еще один а тут как-то можно наверно обойти до еще один давай лети сюда юлой как ты любишь да длинный меч небес отлично отлично работает здесь же стоял выглядывал а там их прям много не поможет светится как бы не этот некромант там светился да вот отсюда он стрелял и где где этот лучник или может быть не зря потратили чудо судя по всему без некроманта они да вот этот перевернутый мост судя по всему без некроманта они не могут подняться большая душа а где мы видели этого некроманта да вот так вот мы шли это в окошко статуя уменьшат там что-то еще по-моему а здесь мы были нет то были но вы пропустили двоих тут конечно один за углом прятался неудачное место выбрали не видно было как он атакует люцернхаммер посмотрим что такое люцернхаммер неплохо очень неплохо альварда с большим выступом форме клюва предназначена для выпадов вместо того чтобы колоть как копьем воин должен стараться пробить тяжелым клювом люцерны голову врага вот обязательно на голову интересная такая штука да а вот так вот да ну зачем тогда навершие как копье значит и так и так же можно но не хочет что же хорошо люцернхаммер это интересно но без чудес нам просто никуда и так все таки все таки где-то здесь было видно место с большим количеством скелетов и некромант но что-то я повторно его заметить не могу что здесь мы были уже я заблудился все равно давай помогай ищи дорогу да вот эти были лучники мы отсюда внизу пропасть да идем сюда скелетики лежат чуть не сказал драуги лежат но мы немножко в другом мире сейчас поэтому конечно ты не драуги это просто скелеты так как те где было это окно в общем просто идем идем до тех пор пока можно куда-то идти да вот и вот он выход перевернут этот мост да и вон он некромант не долетает его огонь это очень-очень хорошо теперь можно и без святого оружия пострелять скелетов а суетился а куда ты побежишь то в пропасть отлично а ты в пропасть хочешь давай давай очень-очень хорошо что ж а как как дальше двигаться куда дальше двигаться собственно черепочки а вот здесь какая-то дорога есть да и вот здесь еще есть ход или были уже здесь все равно а тогда вот здесь а это просто вот свалится здесь здесь тоже свалится все понятно разобрались и мы нам сюда но еще один череп пусть подлетает пусть заводит странные статуи а так а не все статуи так уж безобидны скелет и череп а а скелет статуя не трогает да и моя очередь урон не очень большой от этих шипов но в то же время неприятный череп ты собираешься взрываться или нет и снова скелет и снова летающий череп не хочется лезть туда на рожон давай ну что ж разобрались основная прелести значит этих черепов не в том что взрыв наносит сильный урон о том что он просто вышвыривает и в сети появился в бульдог давай наверно здесь я здесь сделаю небольшую паузу в комнате у костра и попробуем установить с ним связь возможно он присоединится к нам этих пещерах и продолжим с этого момента пока что мы будем называть это технической паузой зритель надеюсь ты не прождешь долго ну что ж пока мы продолжаем двигаться в одиночестве бежим 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 по уже знакомому пути будем осторожнее теперь с этими черепами а а некроманты получаются не восстанавливаются это хорошо а а а а а а а а вот они все два а а а а а а А, вон они, вон они наши души. Так, а вот с этими парнями, как поступить, я помню. Давай, прыгай, молодец, и внизу, внизу, внизу белый свет. Привет. Так, ну да. Распавимся с лучником и после этого напишем ответ к итогу. Отступает. Вот так. Ну и ладно. Что ж, продолжаем. Продолжаем наш забег. Я опять, опять забыл дорогу. Ну, по-моему, сюда. Так, здесь будет сейчас сразу. Так. Да. Вот он. И кто-то еще здесь был. Так. Вот. Тихо. Да, здесь ловушка из двух скелетов, если я не ошибаюсь. Нет, я ошибаюсь. Ну ладно. Лучник. Где-то здесь. И тут их целая бригада. Вманиваем этого парня с фальшоном, чтобы разбираться с ним не под обстрелом. После чего спокойно идем дорезать этого артиллериста. Так, полетели черепа. Как бы их спровоцировать-то, чтобы они начали свою атаку. Тут сидит и... Ага, и размазал скелета. Отлично. Осторожно обходим эту статую. И второй скелет. Череп. Лучше шипы. Лучше шипы, чем свалиться. Что, не заметил? Так. А вот... Да, вот здесь есть такая нашлепка, из которой вылезают эти шипы. Вот. А здесь нету. То есть, статуи можно различать. Вот это, в частности, с нашлепкой. Она будет бить шипами. Да, вон, перевернулся один из мостиков. Очень-очень хорошо. Что там? Так, озлоне. Костер! Пустите, пустите! Не пускают. Ну да ладно. Что? Даже никто не попытается в спину напасть? Удивительно. Осторожно на этом мосту. Вот, кстати, тут, по-моему, справа, под капель лестницы, спрыгнуть можно. Но... Ага. А вон еще один рычаг. Не будем торопиться. Будем идти спокойно. Лестница вниз. Свечи. А что здесь? Просто комната. Пустая. Очень странно. Здесь точно сейчас что-то будет. Что-то лежит и... Явно ловушка. Как минимум два скелета, я думаю, со щитами. Ага. Это статуя бьет. Бьет шипами с накладочкой. Что? Два скелета, давайте. Вот так и есть. Как неосторожно. О-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о. А у вас здесь прямо много? Так, и вот нам отвечает пульдог. Что ж. А-а-а-a... У-а-а... А-а-а... Ага, и это еще одна дверь, а где она открывается? Можно быть где-то там внизу, идем туда, как они неудачно на лестнице прямо атакуют, и судя по всему они остались там живы, микроманты. Абсолютно не вижу, что делаю, но с ним надо разобраться. Абсолютно не вижу. Ну что ж, мы начинаем созваниваться с бульдогом, поэтому еще небольшая пауза, зритель, минутку. Абсолютно не вижу. Абсолютно не вижу. Абсолютно не вижу.